В этом видео вы получите исчерпывающую информацию, как торговать прорывы. В основном, трейдеры учат вас брать отскоки от уровней. Но в этом видео я расскажу ситуации, в которых вы можете брать прорывы, пробойные стратегии. Вы можете в целом заходить на прорыв. Первое, что ты должен запомнить, что любые пробойные стратегии, любые прорывы берутся только если в рынках есть сильное трендовое движение. Ты не должен брать никакие прорывы, в случае, если рынок у тебя замедляется, затухает, либо наоборот кульминирует, ты сделаешь только хуже, ты приведешь себя к убыткам. Если ты хочешь в этом более серьезней разбираться, у меня есть бесплатный вебинар, он находится на ютубе, я ссылку оставлю в подсказках и также в комментариях, перейди, ознакомься. Но, что важно тебе запомнить, что в рынках бывают различного рода структуры. Первая структура, которая укажет тебе на силу определенного движения, это перемещение консолидации либо флетов, либо балансов. Что такое вообще баланс? Баланс – это место, где уравновешены покупатели и продавцы. Если баланс перемещается вниз, это означает, что продавцы готовы продавать по все более низким ценам. Более того, это означает, что продавцов и покупателей улетворяют низкие цены, если ты видишь баланс ниже предыдущего. Как только рынок сформирует баланс выше предыдущего в моем случае, то есть в моем случае должна быть такая ситуация. Должен быть баланс, рынок выстреливает наверх и формирует баланс выше предыдущего. Мы только тогда скажем, что в рынках что-то поменялось и что в рынках у нас недостаточно сильные продавцы. Но пока мы находимся в структуре, пока каждый последующий баланс ниже предыдущего, мы можем заходить в продажи. Вторая структура – это направленное движение. Направленное движение представляет из себя движение практически без откатов. Здесь мы можем обратить внимание, что рынок не предоставляет никаких откатов. Очень часто такие направленные движения встречаются на рынке криптовалют, в особенности на небольших временных интервалах. Откроем, например, тот же самый биткоин. Здесь просто огромная масса этих направленных движений. Вот направленное движение. Вот направленное движение. Вот направленное движение. Вот направленное движение. То есть движение практически без откатов. Но понятное дело, что какие-то небольшие, незначительные откаты, они могут быть. Это понятное дело. Важно, что в общем рынок вот идет вот такой небольшой пилой его остановит. Вот направленное движение, вот направленное движение, вот направленное движение. Это все показатель силы одной из сторон. В данном случае силы покупателей, потом продавцов, потом опять покупателей. Вот другая крипта. Обратите внимание, здесь тоже рынок по сути дела и торгуется этими направленными движениями. Причем если биткоин мы смотрели на пятиминутки, то здесь часовик. Вот направленное движение, вот направленное движение, вот направленное. Здесь рынок по сути и делает только направленное движение. Но и на других инструментах тоже существует направленное движение. Пока в рынках есть направленное движение, вы будете видеть силу в рынке. Направленное движение заканчивается чаще всего обычно ускорением и кульминацией. Вот пример кульминации. Ускорение и последующая кульминация. Вот пример кульминации. Вот пример ускорения и кульминации. Вот тоже направленное движение с последующей кульминацией. То есть рынок кульминирует. Вы должны увидеть, что инструмент у вас ускоряется и дальше просто делает рывок. В моем случае, допустим, растет и делает вот такой рывок. Это означает, что он близок к коррекции. И когда вы видите кульминацию, это означает, что ваше направленное движение переходит в фазу слабости. И что это уже не сила. Это важный нюанс, хотелось на нем сделать акцент. Если вы не разбираетесь в этом и вам сложно понять, где направленное движение, используйте скользящую среднюю с периодом 50 либо 20. Желательно с периодом 50, но просто разные временные интервалы есть. Вы можете наложить на график 50-ю скользящую среднюю и по ней определять направленное движение. Важно, что я не сторонник скользящих средних и вообще индикаторов. Однако он довольно неплохо будет вам помогать в случае, если вы начинающий трейдер. Я предпочитаю экспоненциальную скользящую среднюю. Вы можете выбрать другую, это не особо принципиальный момент. И ставим период 50. Обратите внимание, как здесь направленные движения получают подтверждение от 50-й скользящей средней. Рынок доходит до 50-й скользящей средней. Вот направленное движение. Опять доходит до коррекции, вот направленное движение. Я надеюсь, это понятно. И естественно, если мы находимся выше 50-й скользящей средней, мы имеем сильное бычье движение. Если мы находимся ниже 50-й скользящей средней, мы имеем сильное медвежье движение. Но дурку тоже не включайте. Если вы видите просто небольшое какое-то такое движение, это не означает, что это сила движения. Это означает, что просто произошел определенный пробой. И учтите, что, к сожалению, скользящие средней не работают во флетовых участках рынка. Это важный момент. Хотелось тоже на этом акцентировать внимание. Следующее, что укажет вам на силу движения, конечно же, это само по себе трендовое движение. Трендовое движение представляет из себя некое движение, которое характеризуется последующими откатами примерно в середину диапазон. Вот мы имеем волну, мы имеем откат примерно в середину. Вот мы имеем волну, мы имеем откат примерно в середину. Вот имеем волну, откат, ну, меньше середины, но примерно, да. Имеем волну, откат примерно в середину. Имеем волну, откат примерно в середину. Следовательно, мы имеем трендовое движение. Тренд очень хорошо определять по движению минимумов и максимумов в одном диапазоне. То есть, либо движение вниз, либо вверх. Главное, чтобы каждый последующий минимум и максимум у нас понижались. Вот максимум, максимум, минимум, минимум. Мы говорим, что мы находимся в тренде. Максимум-максимум, минимум-миниум. Следовательно, мы дальше продолжаем торговаться в этом нисходящем тренде. Хорошо, откроем с вами крипту. Что мы здесь видим? Смотрите, вот направленное движение, вот волна, вот откат в 50%. Вот движение, отката здесь толком нет. Давайте идем дальше, к следующей волне. Вот у нас есть волна и тоже откат примерно в 50%. Рынок дальше продолжает свое дальнейшее движение. Вот у нас есть движение и откат чуть выше 50%, но примерно в 50%. Вот у нас опять есть движение, откат примерно в 50%, но здесь уже происходит потихонечку слом структуры. Если вы видите, что рынок у вас развивает движение примерно 45 градусов, и каждый последующий откат происходит в 50%, вы имеете силу движения. Окей, это я надеюсь понятно. Хорошо, мы определили сильную сторону. Мы определили, что в рынках у нас есть сильная сторона. И это позволяет нам заходить и искать точку входа на прорыв. Хорошо, где искать точку входа? Прежде чем мы перейдем к точке входа, пожалуйста, проверьте свою подписку на этот канал. Подпишитесь на этот канал и поставьте лайк этому видео. Это позволит видео выйти в рекомендации. Чем больше видео выйдет в рекомендации, тем больше будет просмотров и тем больше у меня будет мотивации снимать для вас полезный и качественный контент. Пусть хорошие люди смотрят полезный и качественный контент. Я в свою очередь тружусь, чтобы вам это нравилось, а от вас я прошу просто проявить небольшую активность. И это позволит мне, так сказать, мотивировать себя в дальнейшем снимать еще больше хороших видео для хороших людей. Вы можете входить через стоп-приказ. Что это означает? Это означает, что выше текущей цены вы можете поставить свою условную заявку, при исполнении которой ваш брокер впустит в рынок рыночный ордер. Так называемый buy-stop. Ну, либо просто поставить условную заявку, которая исполнится по рынку. Здесь, опять-таки, в зависимости от терминала и брокера. Просто некоторые брокеры не дают это сделать через buy-stop, например. Также вы можете поставить условную заявку с лимитом. Например, при достижении цены чуть ниже выставится лимитный ордер на покупку. Но, опять-таки, некоторые ценные бумаги, например, мне компания Finam не дает заходить по рынку. Она позволяет заходить через только такие условные заявки. Опять-таки, в зависимости от вашего брокера. Таким образом, выставив свой отложенный ордер чуть выше цены, если рынок дальше продолжит дальнейшее движение, я зайду в позицию. Почему это важно? Почему я акцентирую свое внимание, что здесь допускается заходить через стоп-ордера? Потому что, к сожалению, рынок здесь не сможет дать вам хорошую точку входа. Он не сделает вам банальный откат. Вы пропустите хорошую точку входа. Конечно, если вы видите такое направленное движение, рынок банально не дает вам никакой точки входа. Вы можете здесь заходить через байстопы. Но, если вы видите, что рынок у вас потихонечку начинает замедляться, понятное дело, так делать не нужно. Я надеюсь, у вас хватит мозгов понимать, что вы делаете. Окей. Давайте теперь разберем пару примеров. Предположим, мы имеем такое движение вниз. И мы видим, что консолидация у меня перемещается. Я могу поставить свой отложенный ордер на продажу, который исполнится как рыночный на продажу. Чуть ниже текущей коробки. То есть, примерно где-то вот здесь я могу поставить этот ордер. В случае, если мы имеем направленное движение, то здесь особо выбирать не приходится. Мы можем зайти либо просто по рынку, либо можем выставить чуть ниже текущие цены. Но, предположим, здесь цена, чуть ниже текущие цены, выставляем, соответственно, нашу заявку. В случае, если мы имеем хорошее трендовое движение, со скользящими делаем точно так же, как и в предыдущем случае. В случае, если мы имеем трендовое движение, нашу заявку мы устанавливаем на конце отката. То есть, мы видим, что у нас произошел откат примерно в середину. И нашу заявку мы ставим вот сюда. Вот сюда мы ставим. Это идеально на самом деле. То есть, вы можете заходить по рынку, но идеально, конечно, выставлять сюда свою заявку. Почему? Потому что на конце отката мы всегда будем видеть снижение волатильности и импульсное движение вниз. И важно зайти на этом импульсном движении. Поскольку именно это импульсное движение будет показывать вам, что в рынок зашли продавцы. Активные продавцы, которые заходят по рынку. Это важно. Это важный ключевой момент. И, естественно, мы должны поймать этот момент. Поймать мы его можем через отложенную заявку чуть ниже текущей цены. Но, естественно, дурку опять-таки не включайте. Это не означает, что вам четко к цене нужно поставить свой ордер. Нужно сделать небольшой запас. Я надеюсь, вы здесь поймете, как это делать. Я все-таки не сторонник стоп-приказов. Но, тем не менее, здесь это допускается делать. Второе. Вы можете ждать закрытия свечи за областью поддержки и сопротивления. И только тогда заходить в позицию. Что имеется в виду? Давайте разберем трендовое движение. Если в прошлом случае мы устанавливали свой отложенный ордер вот здесь, то в данном случае мы дожидаемся, пока свеча закроется. И на следующей свече, то есть вот здесь, заходим в позицию. То есть, когда у нас произошло расширение. Но нетрудно догадаться, что вот наша точка входа. 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 В общем-то, все практически мои ученики так торгуют. То есть, они ждут отката и ждут реализации. После реализации заходят. Но в данном случае мы делаем это уже в рамках, соответственно, такой пробойной, грубо говоря, стратегии. Когда мы имеем закрытие свечи здесь, это означает, что мы находимся в такой ситуации, когда продавцы были готовы продавать по сниженным ценам, были готовы продавать себе в ущерб, то есть себе в убыток. Они бы могли здесь продать чуть-чуть повыгоднее, но они продали чуть-чуть в убытке. Это означает, что в рынках произошло какое-то событие, которое указывает на силу продавцов. В условии, когда вы имеете трендовое движение вниз, вы встречаете такую силу продавцов, это указывает, что стали происходить события, на котором вы можете заработать. В случае, если мы рассматриваем направленное движение, здесь особо вы не сможете зайти на свече. Просто ждите, когда свеча закроется и тогда заходите, потому что опять-таки привязаться здесь толком не к чему. Здесь можно последовать просто примеру входа в рынок. В случае, если мы имеем движение с помощью консолидации, здесь мы можем дождаться, когда, ну вот, например, разберем вот эту ситуацию, хотим зайти в продажу. Следовательно, ищем продажи вот здесь, на прорыве, вот здесь, на прорыве. Свеча закрылась, заходим в продажу. Конечно, выставляем свой стоп-приказ, это понятное дело, что после этого может быть откат, на котором вас выбит, если вы поставили неправильный стоп-приказ. Еще раз подчеркиваю, если вы поставили неправильный стоп-приказ. Стоп-приказ должен быть в любом случае. И третий момент, вы можете зайти при ретесте. Что имеется в виду? В случае с трендовым каким-то движением, рынок у вас двигается в тренде, вы заходите на конце отката, здесь ретеста толком нет. Но в случае, если вы имеете, например, по пути следования хороший уровень, рынок сделает обычно откат в сторону уровня. И вот здесь вы можете найти, соответственно, сделку на продолжение, на дальнейшее движение вверх. Окей, я надеюсь, с этим разберетесь. В случае, если мы имеем флетовое движение, в данном случае нам необходимо дождаться пробоя флета, закрепления ниже и после ретеста с обратной стороны. И вот здесь уже искать точку входа на продолжение дальнейшего движения вниз. Как бы это идеально, это самая консервативная точка входа. Я на ней в свое время очень неплохо так заработал, очень неплохо на самом деле. Но сейчас, к сожалению, рынок не делает таких хороших коррекционных откатов. Он обычно корректируется где-то вот здесь, вот здесь. Но, тем не менее, если вы увидите, это вот прям идеально, если бы вы заходили вот именно вот в этой точке. Но, к сожалению, рынок обычно так не делает. Хорошо. Где поставить стоп-приказ? Стоп мы ставим там, где теряется логика входа. В случае, если мы торгуем трендовое движение, да, и у нас откат в 50%. Следовательно, зашли в позицию на импульсе, стоп мы выставляем примерно за импульс плюс запас волатильности. Либо ставим за ближайший минимум, то есть примерно сюда. В случае, если мы имеем флетовое движение, стоп мы выставляем на границе флета. То есть произошло закрытие, соответственно, движения. Стоп мы выставляем либо вот сюда, это идеально. Либо стоп мы выставляем сюда. Почему здесь потеряется логика входа? Потому что если рынок у вас зайдет внутрь флета, это означает, что ваше закрытие свечи не играет большой роли. Это означает, что покупатели вновь появились и в рынках они достаточно сильны. В случае, если вы торгуете просто какое-то направленное движение без откатов, здесь стоп можно поставить только в расчете на АТР. То есть только рассчитывать волатильность. Посмотрите в среднем, какие у вас свечи. Например, 10 пунктов в среднем у вас свечки. Умножьте это значение на 2 на 3. И, соответственно, поставьте свой стоп приказ от вашей точки входа примерно 30 пунктов. Он будет математический на основе волатильности. Это не совсем правильно делать, но это хотя бы что-то. Потому что, опять-таки, во флете, в направленных движениях, прошу прощения, закрепиться не за что. Если мы вернемся вновь к нашему примеру, смотрите, рынок у нас имеет направленное движение. Ну, где здесь поставить стоп приказ? Ну, тут толком я даже не знаю, за что закрепиться. Зашли вот здесь, например. Если вы поставите вот тут стоп приказ, неправильно, потому что выбит шпилька. Если вы подставите вот тут стоп приказ, тоже неправильно, потому что слишком далеко. Вы можете рассчитать, сколько в среднем у вас двигаются свечки. Здесь примерно не двигаются 700 пунктов. Умножьте на 3, примерно, где-то 210. Ну, вот у нас здесь и будет стоп приказ. Примерно где-то вот здесь 200-210 будет наш стоп приказ более-менее правильный, более-менее разумный. Ну, понятное дело, что ситуации бывают разные. Если вы имеете хорошее движение направленное с небольшими коррекциями, стоп приказ ставить прям огромный неразумный. Хорошо. Давайте еще раз. Торговать прорыв можно только в условиях силы. Условием силы может либо направлено быть движение, либо трендовое движение с откатом в 50%, и углом атаки 45%, плюс с ретестами в 50%. Это, надеюсь, понятно. И также перемещение флетов в одном диапазоне. Следующее. Заходить в рынок можно либо через стоп приказ, либо закрытие свечи. Ждете, пока свеча закрывается, и принимаете торговые решения. Но в идеале, конечно, это ждать ретест, если рынок позволит вам это сделать ретест. Потому что в последнее время он торгуется без ретестов. Вообще, в принципе, он торгуется в основном направленным движением. Ну, как-то так мы находимся в такой ситуации. Стоп выставляем там, где потеряется логика входа. В общем, ничего сложного. Эта стратегия, про которую я говорю, она, конечно, имеет место быть. Пока рынки в тренде, пока они двигаются достаточно волатильно, достаточно в направленных движениях, это действительно будет работать. Но вы должны понимать, что так будет не всегда. Что рынки динамичны, они постоянно меняются, они цикличны, они имеют определенные фазы. Они имеют фазы начала, слома и так далее. В общем, все это я рассказал в своем обучении. Это обучение активному трейдингу. Ссылку на который я оставлю в описании. Перейдите, ознакомьтесь. Я его назвал Граль настоящего трейдинга. Потому что пройдя это обучение, вы, по сути, получите Граль. Граль, который будет состоять из трех элементов. Первое, это ваша торговая система. Вы разработаете свою торговую систему под ваш рынок, под ваш депозит. И самое главное, под те инструменты, которые вы будете торговать. Второе, вы научитесь понимать спрос и предложения покупателей и продавцов. И самое главное, вы начнете понимать риски и лимиты. Вы научитесь выставлять такие риски и лимиты, с помощью которых, даже в случае, если вы делаете что-то не так, делаете совершенно какую-то ерунду, рынок вас особо сильно не накажет. Вы не потеряете полностью весь свой капитал. И третье, это ваша дисциплина, с которой, я надеюсь, вы справитесь самостоятельно. С помощью моего обучения научитесь делать блестящие сделки и самое главное, зарабатывать на рынке. Так же, как зарабатываю я и так же, как зарабатывают мои действующие студенты. Я ссылку оставлю в описании. Перейдете, ознакомитесь. Это одна из самых лучших программ, которые вы можете сейчас приобрести. Вы получите продуманную, прошаговую систему образования, которая вам вправит мозги и которая позволит вам зарабатывать деньги на рынке. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Зарабатывайте!